Девушки отдыхают Рост составляет 19 метров 80 сантиметров Он является конструкционом И вместе с остальными такими трансформерами Образует девастатора До которого мы еще доберемся В бою Лонг Холл применяет свои кулаки Он способен разорвать любой металл Или сплав, уничтожить бетонную стену Или насквозь пробить корпус трансформера Из оружия использует Двуствольный гранатомет На земле Лонг Холл трансформируется в самосвал На девятом месте Драгон Сторм Который образует 12 рыцарей стражей Служивших Квинтессе Первоначально рыцари объединились в Драгон Сторма Чтобы помочь королю Артуру В битве против Саксов Позже они спрятали свой корабль и посох на океанском дне Механический дракон обладает способностью Летать при помощи своих огромных крыльев А также извергать пламя изо рта Каждой из трех своих голов Его рост составляет 21 метр А размах крыльев до 90 метров На восьмом месте Динабот Слак Рост которого составляет 21 метр 60 сантиметров Он способен превращаться в механического динозавра Трицератопса С шипами на хвосте Огромный размер позволяет ему давить всех своих врагов Однако он ненавидит выполнять приказы Кроме приказов что-то уничтожить В ярости Динабот Слак способен сравнять с землей Все на своем пути На седьмом месте Десептикон Демолишев Рост которого составляет 22 метра Он трансформируется в горнодобывающий экскаватор Тирекс РН-400 При этом в форме робота Он передвигается довольно оригинально На манер моноцикла Гусеницы экскаватора принимают форму Двух огромных колес Которые робот использует попеременно Держа одно из них над головой На случай неожиданного маневра Далее идет практически близнец Демолишера Сквенджер Он также трансформируется в экскаватор Который отличается только цветом Однако он больше и имеет рост 23 метра Плюс к этому он является конструкционом И участвует в формировании Девастатора Являясь верхней частью его туловища На пятом месте лидер могучих диноботов Грим Лок Который на земле трансформируется в тираннозавра Рекса И способен не только уничтожать врагов зубами и когтями Но и плавить их огневым дыханием В режиме робота Грим Лок Использует только холодное оружие Шестопер и меч Однако при желании может стрелять из встроенных Или взятых заранее пушек Его рост составляет 25 метров 60 сантиметров Мы даруем вам свободу На четвертом месте еще один член отряда диноботов Скорн Его рост составляет 26 метров 50 сантиметров Как и другие диноботы Скорн трансформируется в механического динозавра В такой форме способен развивать довольно высокую скорость Обладает мощными челюстями с острыми зубами А также вооружен хвостом Одним ударом которого он может не только сбить врага с ног Но и нанести ему серьезные увещи На спине присутствуют шипы Делающие Скорна похожим на спинозавра Субтитры делал DimaTorzok Ну вот мы и добрались до 33-метрового Девастатора, который открывает тройку лидеров. Он является оружием тотального разрушения десептиконов и формируется группой конструкционов. Из-за своего огромного веса он не может держаться прямо и передвигается на четвереньках. В таком положении он возвышается над землей всего лишь на 13,5 метров. Его главное оружие – внутренний всасывающий вихрь. Когда он запущен, то может затянуть в пасть Девастатора и перемолоть все, что находится в радиусе 100 метров. Серебро достается дриллеру, который является одним из самых крупных существ кибертронской фауны, обитающей глубоко под поверхностью планеты. Его длина составляет 330 метров. Имея многочисленные щупальца, дриллер может с невероятной ловкостью прорывать ход под землей, даже сквозь очень твердые породы грунта или металл. И с такой же легкостью пробивать насквозь целые здания. Один из таких монстров был приручен шоквейвам и использовался им для атаки автоботов. Продолжение следует... Ну и самыми громадными трансформерами, способными трансформироваться в планету, являются абсолютный злой Юникрон, представляющий собой планету Земля, и его брат-близнец Праймус, который является богом и создателем расы трансформеров. В отличие от своего брата, он воплощение абсолютного добра. Альтформой является планета Кибертрон. В фильмах нам не показали эти гигантов в виде роботов, а только планету Кибертрон и рога Юникрона на Земле. Но размер каждого около 12 тысяч километров. Субтитры создавал DimaTorzok